Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня у меня понедельник, и, соответственно, сегодня это видео выйдет. Понедельник, у нас все быстренько, и я бы хотела поговорить на ту тему, которая сегодня у многих на устах, и мне кажется, ее крайне важно поднять, о том, что будет после того, когда закончится карантин, потому что, в частности, мир будет продолжаться, и, несмотря на все экономические неспокойные прогнозы, однозначно будет жизнь, и однозначно в рестораны будут возвращаться люди, однозначно упадут, возможно, средние чеки, возможно, количество чеков, но всеми услугами люди будут пользоваться. И, несмотря на то, что денег, таки, да, в целом в мире станет меньше, ну, у людей по понятным причинам, но самое ошибочное, что вы сейчас можете думать, как маленькие предприниматели, это то, что у ваших клиентов закончатся деньги, особенно если вы сейчас, в данный момент, судите по себе. Я уже неоднократно говорила о том, что самое глубокое заблуждение, которое делает предприниматель, предприниматель, это то, когда он начинает вообще что-либо делать для себя, думать за клиента так, как будто бы он и есть этот клиент, и считать, что, как бы, ты понимаешь всю парадигму, все понимаешь, и, как бы, все, мир закончился. Когда что-то у нас в жизни не получается, я вам это говорю из собственного опыта, потому что, как я уже говорила, это мой третий кризис в бизнесе. Без бизнеса я вообще ничего не знала, что такое кризис, и, честно говоря, я была маленькая, это меня не особо касалось, в бизнесе это мой третий кризис, 2008 год я пережила, взлетела на нем 2014 год, я на нем перевернулась, потому что с позиции перевернулась, я заработать смогла, оно перевернулось, у меня, как бы, видение вообще на мир, и в данный момент это, как бы, третья такая кризисная полоса. И я вам могу сказать, что ранее у меня в голове допускались такие же мысли, о боже, что сейчас будет, у людей закончатся деньги, они же ничего не будут покупать, и все. И когда вы начинаете так думать, я смотрю в комментариях, у меня иногда такие в инстаграме, здесь появляются, в фейсбуке, я понимаю, что это достаточно ограниченное мышление, просто потому что у вас нет другого опыта, и понимать то, что у людей не будут деньги, поэтому они ничего не смогут у вас покупать, и поэтому все не имеет смысла. Но вы попробуйте додумать эту мысль до конца, о том, как вот мир схлопнется. Но неужели вы верите в то, что все, закончатся все деньги, никто ничего не будет покупать, и все вот бизнесы вокруг закроются. Когда в 2014 в Украине началась война, это было гораздо страшнее с позиции того, что все магазины заколачивались, заколачивались гвоздями. Я никогда не забуду этой картины, когда ты едешь по центральным улицам, и люди заколачивают деревянными всякими фанерами, да, листами, они заколачивают, значит, окна. И мне тогда казалось, что не откроется ничего. Но спустя достаточно короткий промежуток времени, когда все адаптировалось понемножку, магазины продолжили свою работу. И те магазины, которые я вообще не знаю, как они работают, продавая очень странные предметы, декора и прочее, 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 они все равно остались. Я не знаю, какая там у кого математика, что-то они там зарабатывали, или откуда они брали деньги это все финансировать, но сам факт того, что это продолжалось и до сих пор продолжается, имеет место быть. И я уже в который раз поняла, что я могу думать все, что угодно, но люди фантастическим образом откуда-то достают деньги, генерируют деньги, и так или иначе жизнь продолжается. И с рынка уходят прежде всего, первое, те, кто слабые мозгами, те, кто в голове уже с самого начала объяснил себе, почему дальше для его бизнеса нет места. Это первое место. Второе, тот, кто не сумел адаптироваться, тот, чей бизнес оказался не просто не готов, а хозяин оказался не готов, потому что мало, чей бизнес бывает готов. Но адаптация хозяев решает ситуацию. Завтра я выпущу для вас видео, которое я хочу, чтобы вы обязательно посмотрели. Это видео будет о том, как повел себя в кризис ресторанный бизнес. Я смотрела конференцию и сделала выжимку, и хочу вам, чтобы вы это увидели, услышали. Как повел себя ресторанный бизнес, у которого сейчас вообще, как вы понимаете, наступили жопные-прижопные времена. Какие решения они приняли, и каким образом они видят дальнейшую свою стратегию выживания, и как естественный процесс снова выстреливания. Потому что у каждого ресторатора, у каждого владельца есть своя, как бы, позиция. Плюс есть абсолютно общая позиция абсолютно у всех классных рестораторов, которые на рынке уже не один год. И это очень четко видно. Поэтому все, что я вам хочу сказать, это то, что мир будет продолжать жить. Будут частные школы, будут дорогие магазины, будет дорогой заоблачный отдых. Машины новые будут завозиться и будут покупаться. И вот в Липках у меня, например, всегда, где я живу, вот сейчас мы видели Ламборгини абсолютно новый, стоящий, который только-только вышел. И все это будет иметь место быть. И я хочу, чтобы вы об этом, мои дорогие друзья, помнили. О том, что если вам сейчас кажется, что конец света, то это только в вашей голове. Почему я вам и говорю, приходите на Рерайтер жизни, перепрошейте свой мозг, поймите, взгляните шире. Мы живем каждый в своем мирке. Есть какие-то люди, которые вас окружают, разговоры внутри этого мирка, то, что вы смотрите, да, там, люди на улице, райончик, в который вы ходите, магазин. И вам кажется, что вот так сейчас живет мир, вот так он изменился. Да ни хера подобного. Да ничего такого нет. У людей по-прежнему мир в целом прекрасно существует. И много людей сейчас зарабатывают реально деньги. Огромное количество людей. Знали ли вы, например, из завтрашнего видео вам расскажу, что доставщик Глова сегодня может зарабатывать до 40 тысяч гривен. На секундочку. Доставщик Глова, который ездит с этим желтеньким обляпанным рюкзачком и иногда вытирает сопли рукой. Ну, простите, пожалуйста, наверное, это неверный образ, но вот я парочку раз с такими встречалась, у меня, наверное, он сложился. Поэтому еще раз повторяю. Не мыслите только в своей парадигме. Как только вам сейчас начинает казаться, что все, извините, пипец. Просили меня не ругаться, потому что смотрят дети с вами. Я буду стараться очень сильно. Кажется, что все, наступил пипец. Ребята, нет. Выйдите из своего АТБ или выйдите из своего района или положите трубку и посмотрите шире. И вы увидите, что все у многих очень даже прекрасно. Средние чеки в магазине Лисельпо по-прежнему по 100-200 долларов. Если вы зайдете в Гудвайн, те, кто живут в Киеве, прекрасно понимают, о чем я говорю. Увидите, что и винишко по-прежнему покупается и на 500 баксов, и на 1000. И все окей. Поэтому люди с деньгами всегда будут. Вопрос, подходит ли им ваш продукт. Вопрос, как вы можете перестроиться. Но вопрос не в них, не в людях, не в рынке и не в кризисе. Вопрос всегда в вас. Что вы можете предложить такого рынку? Готовы ли вы перестроиться так, как это сейчас необходимо? Предприниматель – это человек, который предпринимает. Я вам об этом говорю в каждом видео. Поэтому сидеть и ждать. О, это все. Это как, знаете, ехать на машине, упереться в стенку и типа, ой, значит, это конец света. Но ничего страшного, что еще есть три стороны. Ты просто дурак, блин, в стене стоишь и ничего не видишь. Ты даже шире не можешь посмотреть и увидеть, что это стенка, а не конец света. Поэтому помните, пожалуйста, об этой простой вещи. Будьте наполнены, будьте прокачены, качайте свой мозг умной литературой, качайте свой мозг умными видео, качайте свой мозг прямыми эфирами, которых сегодня предостаточно с классными предпринимателями. Качайте свой мозг. Это ваш самый ценный инструмент. Как только вы начинаете хныкать, как только вы начинаете говорить себе, о, нет, все, ничего не работает, боже, как плохо. Все, все, это хуже. Идите, заразитесь этим коронавирусом гребаным. У вас появится жажда к жизни и, может, вы тогда начнете думать, потому что это хуже. Это вот это съедание мозга, которое вы сами себе делаете, это сильно хуже, чем какой-то там гребаный коронавирус или любая другая инфекция. А помните, сейчас как никогда есть время и возможность пересмотреть парадигму. Смотрите, как делают другие предприниматели. Я неспроста вам рассказываю рекомендации и мне тут начинают, ой, это что, бедный мозг, что говорит, ой, я сейчас продам свои услуги дешевле. Ну, нет, да у тебя потом их вообще никто не купит, вообще их потом может у тебя никто не купить, потому что ты сейчас своим мозгом оттолкнешь от себя всех. А выйдет сейчас кто-то прикольный и вообще заберет твою аудиторию. Ребята, о чем вы говорите? Будьте энергичными. Сейчас будет время энергичных, точных, четких людей, людей, живущих своим делом и думающим о своем деле. Я каждый день, утро, вечер, день, ночь, постоянно задаю себе вопрос, что сейчас ждет от меня моя аудитория, что я сейчас могу дать, что я хочу сделать, какой мой план, как я вижу свою жизнь. И этим живу, и этим наполненный, поэтому как безумная еду в машине, машу руками и вам об этом говорю сейчас. Поэтому, друзья, опомнитесь, мир будет жить прекрасно с вами или без вас. Вы сами это определяете. Так разрешите себе выбрать правильное что-то. Как только вы сейчас начинаете себе говорить, все, конец, все будет плохо, мои люди все умрут и мне нечего жить. Вам не за что жить, потому что у вас ленивая жопа сейчас. Не потому что что-то плохо, потому что вы не хотите ничего придумать. Вы сидите и хотите, чтобы было так, как раньше. А хер вам, как раньше не будет. Вы должны это понимать. Вы должны быть мобильным, раз уж вы предприниматель. Если вы наемный сотрудник, ну, ребят, вы сами выбрали себе эту участь. Значит, вы должны быть таким наемным сотрудником, которого не увольняют, которого оставляют в 10% того топ-состава, который нужно уберечь. Как говорят сейчас все руководители. 10% топ-состав, ну, 10% от общего персонала, как правило, это топ-состав. Ну, вот так вот, плюс-минус. Почему оставляют топов? Да потому что вы потом будете вот это все запускать, потому что вы потом будете все это переделывать. И предприниматель прекрасно знает, что сколько бы сейчас он вам не заплатил за вот эти все карантины, простые и прочие вещи, вы принесете ему больше. Предприниматель всегда в любые жопы будет беречь, оберегать свою курочку золотыми яйцами. А если, извините, вы несете обычные белые яйца, то тут уже вопрос такой. Кому заплатили, кто за эти яйца меньше берет, того и возьмут. Сами виноваты. Потому что, повторяюсь, вы всегда должны стремиться быть номер один. Неважно в чем. Лучше всех печатать на машинке, если для этого есть ценность. Лучше всех развешивать вешалки, если в этом есть ценность. Но если вы над собой не работаете, если вы курица, которая несет такие же белые яйца, как и все остальные, то уж простите, ребята, о чем тогда говорить. Тогда сидите и ждите, пока за вас кто-то что-то решит и продавайте свои яйца дешевле. Вот, собственно, и все. Я очень надеюсь сильно на то, что вы сейчас чуть-чуть вспомнили. Блин, понедельник, оказывается, надо работать. Сели, накатали себе свой планчик. Сели, подумали, что мы хотим, куда мы хотим. Вечерком буду ждать на прямом эфире. Я надеюсь искренне, что я сейчас успею вернуться, выпустить быстренько это видео. Буду вас ждать в инстаграме на прямом эфире, где снова прокачиваю ваши мозги. Потому что считаю это прямой обязанностью спасать наш мир от спящих людей. Просыпайтесь, люди, просыпайтесь, ничего не закончится. Нам так сильно не повезет, апокалипсис не наступит, все не умрут. Умрут сейчас слабенькие. Сейчас, да, вот коронавирус пришел, подкосить слабеньких тоже надо вычистить. Знаете, как на дереве листочки какие-то посрывать. Так бывает. Поэтому будьте сильными, используйте эту возможность. Зауважайте себя, захотите себя, полюбите себя. Вы будете потом вспоминать эту ситуацию и говорить. В тот момент, пока все сидели, хныкали и не знали, что делать, именно в этот момент я совершил свои прорывы. Я взял себя в руки и оказывается это было несложно. Поверьте, сидеть и быть зависимым от ситуации сильно сложнее, чем взять на себя ответственность. И хотя бы попробовать поврезаться башкой своей в тысячу стен. А тысяча первая окажется не стеной, это будет ваша дверь. Поэтому давайте, ребятки, дерзайте. Классного всем настроения. Завтра смотрим видео. Расскажу вам о том, как работают сейчас рестораны, что они для себя напридумывали, как обстоят дела. И как они выходят из ситуации. Посмотрите всегда на классных, больших. Они не зря большие, потому что они умненькие. Все, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Давайте. А то я смотрю, там еле-еле 10% лайков набирается. Но научитесь, блин, быть благодарными людьми. Я каждый день для вас стараюсь. Просто за какой-то гребаный лайк можно поставить. Правда? Все. Люблю, целую, пупсики. Вы классные, вы офигенные. Не болейте. Смотрите мои видео, и вы точно будете здоровы. Все мои видео запрограммированы на то, чтобы люди, которые смотрят, прозревали и были здоровыми. Вы мне нужны здоровые. Все. Всем пока.